Сан-Суси. Замки и сады Потсдема. В сердце государства, где война является высшим идеалом, воинственный король устраивает прибежище радостей и удовольствий духа. Он собирает вокруг себя духовную элиту Европы, чтобы здесь заложить фундамент нового, просвещенного века. Перед воротами Берлина, столицы Пруссии, вблизи Потсдема раскинулись замки и сады Сан-Суси. Здесь один из самых незаурядных умов европейской истории воплотил свое стремление к красоте. Фридрих Великий. Человек, сочетавший, казалось бы, несовместимые качества. Как никто другой, созданный для войны, он был наделен умом мыслителя. Сан-Суси без забот. Это наводит на мысль о легкой и беспечной жизни, о духовных радостях, о царстве наслаждений. Однако замка удовольствия в волшебном парке уготована роль куда более важная. Задумав Сан-Суси как убежище, в которое можно удалиться от государственных и военных забот, Фридрих делает его интеллектуальным центром своей империи. Корона Фридриха ненамного старше самого владельца. Его деду однажды пришло в голову назвать себя королем Пруссии. За 11 лет до рождения Фридриха. Пруссия являлась ничем иным, как скоплением мелких княжеств на небольшой территории. Государство было до того раздроблено и разделено, что, казалось, состоит из одних границ. Соответственно, все предпочтение отдавалось армии. И муштра, повиновение и дисциплина были духом и буквой этого государства. Достигнув 18 лет и стремясь к совсем иному, Фридрих видит лишь один выход – побег. Он хочет искать убежище в Англии. Его жестоко наказывают. На его глазах казнят друга, который хотел помочь ему бежать, которого он любил. Казнят за содействие. Фридрих видит, как голова, отделенная от туловища, падает на землю. Бунтарству мигом приходит конец. Возможно, это конец его истинного «я». Как эта статуя, сияющий юноша, стоящий в клетке и тянущийся к звездам, так, может быть, и его подлинное «я» заключено в клетку с того кошмарного дня. И это, возможно, помогает понять Сан-Суси. Если бы волею судьбы он не стал королем, говорит однажды Фридрих, то, наверное, стал бы философом. Но затем он наследует пятую по величине европейскую армию и должен, наконец, предпринять что-нибудь с этим наследством. Едва короновавшись, он нападает на Силезию. Если уж ему суждено быть солдатом, то таким, которого не забудет. В сердце своего государства Фридрих приказывает выкорчевывать леса, чтобы создать место, где он сможет быть человеком.